Hello, hello, приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English Practica. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Вы находитесь в плейлисте «Английская грамматика intermediate среднего уровня». Мы с вами работаем по следующему алгоритму. Берем небольшой блок правила, который олицетворяет шаблон английской речи. Один из шаблонов. Иногда мы берем редкие шаблоны, иногда мы берем популярные шаблоны. Мы в любом случае берем то, что используется, ибо грамматика есть набор разговорных шаблонов. Далее, что мы делаем? Мы кратенько это дело повторяем, потом смотрим, как это работает на нескольких иллюстрациях. Либо иллюстрация идет в виде отдельных предложений, либо мини-текста. И вторая часть урока – это у меня продолжение моего грамматического романа, где я придумала небольшой сюжет, так чтобы вам было все это интересно учить и скреплять на практике. Ну что ж, работаем сегодня. Юнит 97. Напоминаю, что юниты я ставлю в соответствие с английской грамматикой English Grammar and Use Cine Murphy. И мы говорим сегодня об очень популярной теме – INC clauses и ED clauses. То есть это придаточные предложения, которые начинаются либо с глагола с INC, либо с глагола в третьей форме. Ну, для удобства мы как ED clauses помечаем. Итак, мы продолжаем с вами говорить о том, что в английском, так же, как и в русском языке, предложения бывают простые и сложные. Простые – это когда мы максимально просто выражаем смысл, без каких-либо грамматических напалов. Сложные предложения – это когда у нас кроме базового ядра автор действия и действия и прилегающие к ним слова, есть еще какие-то дополнительные мини-предложения, которые туда входят в состав. Даже в своей речи только что я использовала целую кучу сложных предложений, и вы это тоже делаете, просто вы об этом не задумываетесь. Начинаете задумываться тогда, когда вам нужно то же самое сказать по-английски. И начинаются вопли – ой, как все сложно, почему так все сложно? Да потому что так устроена речь. Итак, напоминаю, что используется такой термин как clause. Clause – это группа слов, которая дополняет главное предложение. То есть то, что в русском называется предаточное предложение в английской грамматике. Так, сложное предложение, его элемент – это clause. Clause сам по себе не существует. Если я скажу, например, которые проживают в городе. Что такое, которые проживают в городе? Ну, вы чувствуете, что это какой-то кусок, да, нужно дать начало. Мне знакомы эти люди, которые проживают в городе. Вот тут я добавила начало, все сложилось, да, но сам по себе вот этот кусок, который проживает в городе, он смысла не имеет. Это кусок чего-то более сложного, да. Это clause, если переводить на терминологию английского языка. Итак, мы уже с вами знаем relative clause, да, и вот сейчас мы берем ing clause или ed clause, да. Это такие предаточные предложения, которые всегда начинаются с причастия или деепричастия. И у нас есть как бы два варианта таких clause, ну, соответственно, которые начинаются с ing, и, соответственно, которые начинаются с третьей формы глагола. Ing clause, как правило, показывает то, что происходит сейчас или всегда, или на момент речи. Например, do you know the woman talking to Tom? Ты знаешь женщину, которая разговаривает с Томом? Talking to Tom – это clause, это ing clause, потому что начинается с глагола с ing. Ed clause, по сути, является укороченной формой пассивного залога, мы о нем говорили в 40-х юнитах. И такие мини-приложения показывают то, что было в прошлом, то, что сделано, если быть точным. Most of the goods made in this factory are exported. Большинство товаров, сделанных на этой фабрике, экспортируются. То есть товары какие? Они уже были сделаны. Они не сейчас, прямо в момент речи делаются, а их произвели, они сделаны, made. Ну и, соответственно, made in this factory – это как бы такое вкрапление, так называемый ed clause. Итак, аналогами в русском языке являются причастные обороты, какой по действию, или идеи причастные обороты, что сделав. Дальше посмотрим, как это работает. Для того, чтобы как бы скрепить уже имеющиеся знания, я проработала, немножко покопалась в наших старых главах нашего грамматического романа, который мы уже с вами проработали, и выбрала оттуда несколько примеров – ing clause и d clause. То есть это то, что мы уже с вами встречали, мы просто не давали этому названия, хотя, в принципе, я акцентировала на этом внимание. Итак, давайте несколько примеров, все практически из одной главы, примеры с ing clause. Они показывают, что происходит сейчас, или всегда, или на момент речи. Давайте переведем. Джек выглядел жалко, сидя за своим старым компьютером и проматывая комментарии, скролля комментарии. Пересчитывая пустые чашки, я подумала, что не стоило ему пить так много кофе. А сидя в гостиной и наблюдая за Джеком, терзающим себя, вначале я подумала, что, наверное, вообще не стоило приходить. И вдруг я обнаружила, что я в объятиях Джека, и чувствую себя тепло и комфортно. Итак, давайте посмотрим, где у нас здесь находится наш ing clause. Главное предложение Jack looked miserable. И дальше, каким он, почему он был жалким? Что он делал в этот момент? Sitting by his old PC and scrolling comments. Это он такой комплексный ing clause. В два раза попадается глагол с ing. Он был на тот момент, он сидел за компьютером и проматывал комментарии. Давайте как бы ближе к русской грамматике. Джек выглядел жалко, сидя за компьютером и проматывая комментарии. Сидя, проматывая. В английском sitting, scrolling. Видим, что действие происходило в тот момент. То есть сейчас, имеется в виду сейчас, на тот момент, в котором происходит действие. Следующий пример. Counting empty coffee cups. I thought that I didn't have drunk so much coffee. Counting empty coffee cups. Вот он пример ing clause. Так как он у нас идет, обратите внимание, перед главной частью, то мы традиционно выделяем его запятой. Если он идет органично после главной части, как в первом примере, соответственно, запятая не нужна. Этот принцип мы уже встречали с вами несколько раз. Counting. Видим, что это причастие, пересчитывая пустые чашки. Или даже не причастие, даже идея причастия. Итак, но у нас не просто counting, у нас здесь идет группа слов. Counting empty coffee cups. То есть, соответственно, когда у нас ing verb вместе с группой слов, вот только тогда он превращается в оборот. Да, это уже не одно слово, а слово расширенное, чем-то дополнительно. Соответственно, это называется в грамматике оборот. Или в английском языке это называется close. Далее. Sitting at the living room and watching Jack torturing himself. At first I thought that I shouldn't have come at all. Опять же, видим, сидя в гостиной, наблюдая за Джека. Sitting, watching. Ing verb. И, соответственно, они расширены дополнительным набором слов, и они превращаются в оборот. I suddenly found myself in Jack's arms. Feeling warm and comfortable. И вдруг я обнаружила себя в объятиях, Джека, чувствуя тепло и комфорт, ощущая теплоту и уют. Видим, что сначала идет главная часть, потом придаточно, запятая не нужна. Мы видим, что оборот начинается через ing. Опять же, мы видим, что все те действия sitting, scrolling, counting, watching, feeling, они все происходили в тот момент, когда на них обратили внимание. то есть, Клэр сидела, как бы обнаружила себя в объятиях Джека, и что в этот момент она делала? Она ощущала теплоту и комфорт. То есть, в какой-то степени, да, это близко к временам continuous, но мы не можем поставить здесь знак равенства. Я надеюсь, что тут, в общем, понятно, то есть, clause, ing clause, это у нас глагол с ing, с дополнительными словами, который расширяет значение главного предложения. При этом, главное предложение может существовать само по себе. Jack looked miserable. Или, I thought that I didn't have drunk, he didn't have drunk so much coffee. А clause сам по себе существовать не может, это будет неполноценно. Counting empty coffee cups. И что? И нужно продолжение, да. Sitting by his old PC and scrolling comments. И что? Нужно продолжение, да, то есть, clause зависимый сам по себе существовать не может. Главное предложение, оно полноценное, мы можем убрать пояснение, и, в общем-то, технически предложение будет верным. Теперь переходим в несколько примеров с ed clause, то есть, где у нас clause начинается с третьей формы глагола. В большинстве случаев, конечно, это глагол с окончанием ed, но помним, что если глагол неправильный, соответственно, будет не ed, а третья форма глагола. Здесь мы уже будем говорить о том, что на момент речи действие уже было совершено. It's right next to Germany with a capital called Vienna. Compared to Berlin the biggest difference in the people in the less stressful atmosphere. Итак, она прямо Австрия, да, Австрия прямо рядом с Германией, со столицей, названной Вена. Cold Vienna, это вам, пожалуйста, ed clause, потому что здесь у нас есть ядро, третья форма глагола cold, названное, и к нему есть зависимое слово, что автоматически расширяет эту связку до оборота. Столица какая? Названная Вена. Cold Vienna. Главное предложение It's right next to Germany with a capital. Может существовать технически это предложение, но хочется расширить, дополнить его по смыслу, добавив оборот cold Vienna. Здесь во втором примере у нас оборот идет перед главной частью, поэтому выделяется запятой. Compared to Berlin, по сравнению с Берлином, или сравнивая с Берлином, или в сравнении лучше всего, да, the biggest difference, та-та-та, то есть главная часть the biggest difference is, и так далее, и вот вам оборот, начинающийся с третьей формы глагола. Обратите внимание, что в этой позиции никогда не бывает вторая форма глагола, хотя по окончанию ed, так этого и не поймешь, но чисто технически это должна быть третья форма глагола. Ну что, друзья мои, я надеюсь, что после этой долгой лекции вы будете более внимательно относиться к этим оборотам, они используются очень часто, это популярный прием английской речи, и мы с вами двигаемся дальше к тексту о девушке по имени Клер. Текст у нас получился большой, на двух слайдах сперва мы его читаем. I'm in a city totally unknown to me. I have plenty of time. I've been wandering around the old town for a couple of days, observing the buildings and their dwellers. What can I say? Vienna is charming. The architecture is something out of this world. It is a perfect place for seniors. I guess it would be perfect for my granny. The city is calm, slow, and safe. There is absolutely no rush here. You can see cars immediately stopping when you approach the road to cross it. Walking in a quiet neighborhood, you see nice people greeting you everywhere. The chances are higher to see a squirrel than a stray dog in the street. People enjoy their respectable lives in their solid houses. I am sure that everyone pays taxes and time and sources their trash accurately. Absolutely every house has four different trash boxes for different kinds of garbage. People like eco food, though it is not a problem to find McDonald's or Burger King. There are plenty of products with eco mark available for purchasing on a reasonable price. The nutrition for my cats make me feel uncomfortable every time I buy a burger. As you know, I have to cook for the cats. I guess it's not a problem to cook for myself either. Homemade food is cheaper and better for health, not to mention it's tasty. I've tried to go on a diet so many times. Maybe I should give it another shot. Я нахожусь в городе совершенно незнакомом для меня. У меня куча времени. Я слонялась по старому городу несколько дней, наблюдая здания и их жителей. Что сказать? Вена очаровательна. Архитектура – это что-то, это полный космос. Это идеальное место для старичков. Я думаю, что здесь было бы просто идеально для моей бабушки. Город спокойный, медленный и безопасный. Здесь абсолютно никто никуда не торопится. Можно увидеть машины, которые медленно, мгновенно останавливаются, когда ты подходишь к дороге, чтобы пересечь ее. Прохаживаясь по тихому району, можно увидеть милых людей, которые приветствуют тебя везде. Шансы намного выше увидеть белку, нежели дворовую собаку на улице. Людям нравятся их респектабельные жизни в их солидных домах. Я уверена, что все платят налоги вовремя и сортируют мусор тщательно. Абсолютно возле каждого дома есть 4 разных мусорных бака для разных видов мусора. Люди любят эко-еду, хотя не проблема найти Макдональдс или Бургер Кинг. Есть огромное количество продуктов с пометкой ЭКО, которые доступны для покупки по нормальной цене. Питание для моих котов заставляет меня чувствовать себя некомфортно каждый раз, когда я покупаю бургер. Насколько вы помните, я должна готовить для котов. Я думаю, что это не проблема, готовить для себя тоже. Домашняя еда дешевле и лучше для здоровья, не говоря уж о том, что она вкусная. Я пыталась сесть на диету так много раз, может быть, нужно опять попробовать. Ну что, тут у нас текст размышляшка, но нас интересует, конечно, не только содержание, а и наполнение, техническое и грамматическое. Я буду фиксировать внимание на оборотах. I'm in a city totally unknown to me. Я в городе, совершенно незнакомом для меня. Итак, I'm in a city. Я в городе, да? Вот он город. Какой он? Unknown to me, незнакомый для меня. Unknown – это у нас третья форма глагола. Know, да? То есть горы как бы незнакомы. Мы можем смотреть на unknown вроде бы как на прилагательное, но если задуматься, то технически это, конечно, и диклосс. То есть unknown – это третья форма глагола. Город какой? Мы расширяем о нем информацию и говорим. Неизвестный для меня. То есть мы используем причастие. Напоминаю, что причастие поясняет существительное. Мы видим, что к слову unknown примыкает еще ряд слов totally unknown to me, что превращает эту связку в оборот ED clause. I'm in a city unknown totally unknown to me. Несмотря на то, что у нас появилось наречие totally перед unknown, это не отменяет функции данного оборота, просто больше наречия было впихнуть некуда. Я слонялась по старому городу уже несколько дней. И теперь, как я это делала? Изучая здания and their dwellers и их жителей. Мы видим, что со слова observing у нас открывается in clause. Observe – это наблюдать. Изучать – observing, наблюдая, изучая. То есть, как я это делала, как я гуляла. Observing the buildings and their dwellers. Изучая здания и жителей. Вот второй пример данного оборота. What can I say? Что сказать? Вена is charming. Вена очаровательна. The architecture is something out of this world. Архитектура – это полный космос. Интересный оборот. Out of this world. Как бы не из мира сего. Но если мы говорим, что архитектура не от мира сего, то сразу кажется, что не от мира сего представляется человечек сумасшедший. Но оборот несет как бы другой смысл, другой посыл. Если что-то out of this world, то у нас говорят, что это просто что-то феноменальное. Но это просто космос. То есть, архитектура – это космос. То есть, что-то невероятное. It's something out of this world. It is a perfect place for seniors. Это идеальное место для старичков. Синерис, помним старички. I guess it would be perfect for my granny. Думаю, что было бы идеально для моей бабушки. This city is calm, slow and safe. Этот город спокойный, медленный и безопасный. There is absolutely no rush here. Здесь абсолютно нет никакой спешки. No rush, нет спешки. You can see cars immediately stopping when you approach the road to cross it. Можно увидеть машину, мгновенно останавливающейся, когда ты приближаешься к дороге, чтобы ее пересечь. Итак, мы видим машины cars. Какие они? Давайте поясним это с помощью причастия. Stopping в связке со словом immediately stopping. Опять видим, что наречие у нас втиснулось перед глаголом с ing. Ну, так вот технически происходит. Можно, в принципе, stopping immediately так же сказать. И так как мы слово stopping расширяем дополнительным словом, мы автоматически получаем ing, close, оборот. То есть, какие машины? You can see cars immediately stopping, останавливающиеся, мгновенно. И дальше мы вернулись к главному предложению. Тут, вернее, еще одно идет придаточное предложение. When you approach the road, когда ты приближаешься к дороге, для какой цели? To cross it, чтобы ее пересечь. Чету инфинитив, цель, указание цели, причины. Я надеюсь, что я не быстро говорю друзьям. Просто мне хочется проговорить, как бы дать вам намек, какие правила повторить, какое правило используя, чтобы вы понимали, как технически устроена фраза. Потому что, если не понимаешь, как фраза устроена технически, то, соответственно, ты не сможешь ее воспроизвести. Ее можно только тогда заучить. Но, мне кажется, все заучивать не очень эффективно. Поэтому хочется, чтобы вы понимали, на каких основах какие правила. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Все это, когда разберем, вам уже будет, соответственно, легче. Walking in a quiet neighborhood. You see nice people greeting you everywhere. Тут у нас классное предложение, в котором у нас целых два ink-клосс. Первый у нас начинает предложение walking in a quiet neighborhood, прохаживаясь в тихом районе. Запятая, потому что дальше идет главная часть. Видим, что ink-verb, вот он, walking, прилегающие к нему слова. In a quiet neighborhood образует ink-клосс. Заканчиваем его запятой, переходим к главной части. You see nice people. Вы видите милых людей. Теперь даем пояснение, какие это милые люди, что они в этот момент делают. Greeting you everywhere. Приветствующие вас везде. То есть, greeting you, приветствующие вас. Ну, то есть, везде милые люди, которые вас приветствуют. Greeting открывает ink-клосс, и, соответственно, он заканчивается до конца предложения. Да, запятая не нужна, потому что ink-клосс расположен в своем естественном положении после главного предложения. То есть, такое может быть, что в одном предложении у нас сразу несколько клосс. Это нормально и типично для английского языка. Walking in a quiet neighborhood, you see nice people greeting you everywhere. The chances are higher to see a squirrel than a stray dog in the street. Шансы выше увидеть белочку, нежели дворовую бродячую собаку на улице. Stray dog – дворовая собака, да, бродячая собака. Так. Люди получают удовольствие от своих респектабельных жизней в своих респектабельных домах. Итак, солидных домах. Respectable – то есть респектабельный, уважаемый, соответствующий общественному мнению. Кстати, очень интересно. Толкование слова respectable. Зайдите в толковый словарь. Cambridge – мой любимый словарь. Посмотрите описание. Я вам вообще рекомендую периодически обращаться к этому слову и читать значение. К этому словарю, простите, и читать значение слов. Что они означают? Потому что зачастую смысл разный. Вот, например, у нас респектабельный – это связано и с богатством. То есть респектабельный – значит богатый для богатых. Но на самом деле respectable – это просто соответствующие какой-то определенной социальной планке. Не обязательно только богатые люди живут в этих домах. Там живут просто люди. Ну, просто у них нормальная планка жизни и самоуважения. So, people enjoy their respectable lives in their solid house. Solid – как бы солидный. Ну, вот видите, на одной странице мы уже нашли целую кучу этих оборотов. Понятно, что я намеренно их сюда в текст как бы вворачиваю. Я специально это делаю, чтобы вы фиксировали на них внимание. Но даже если этого не буду делать, вам все равно будут попадаться. Но вам попадались уже эти обороты. Они будут вам попадаться далее, везде, везде. Потому что этот прием используется в современном английском языке, в разговорном. Двигаемся дальше. Второй слайдик. I'm sure that everyone pays taxes in time and sort their trash accurately. Я уверена, что все платят налоги вовремя и сортируют мусор тщательно. Sort their trash. Помним, что в Европе есть в некоторых странах культ сортировки мусора. А, кстати, если говорить о Вене, там есть очень любопытный мусоросжигающий завод, который находится прямо в центре города. И труба его такая причудливой формы, да, она торчит и видна, в общем, со многих районов города. Поэтому, как бы, в Вене, правда, есть культ сортировки мусора. Там это очень-очень приветствуется. Absolutely every house has four different trash boxes for different kinds of garbage. У абсолютно каждого дома есть четыре разных мусорных бака для разных видов мусора. Это, наверное, может быть даже и больше баков. Я вот, честно говоря, не знаю. People like eco-food, though it's not a problem to find McDonald's or Burger King. Люди любят эко-еду, экологическую еду, хотя не проблема найти McDonald's или Burger King. Я быстро проматываю эти предложения, потому что здесь нашего сегодняшнего правила нет. Поэтому мы просто разбираемся, так вроде бы по тексту все понятно, да. There are plenty of products with eco-mark available for purchasing on a reasonable price. Есть огромное количество продуктов с пометкой eco, eco-mark, то есть пометка eco. И какие они, эти продукты, available for purchasing, доступные для покупки. Слово purchasing здесь не является, инг, верб. Хотя, в принципе, наверное, тут как бы такое, понимаете, спорно. Ведь я вам уже говорила о том, что в английском языке, когда мы доходим до глагола с инг, то он ведет себя совершенно непредсказуемо. То он глагол, то он существительное, то он прилагательное, то он причастие, то он геепричастие. То есть вообще непонятно, как его классифицировать. Да, здесь purchasing, мне кажется, ближе к существительному покупкам. Вот, и то есть как бы в любом случае это не инг-клосс в данном случае. Не всегда вообще глагол с инг, конечно, будет инг-клосс, друзья мои, обратите внимание. Просто мы говорим, какие продукты available for purchasing, доступные для покупки. On a reasonable price, по разумной цене. The nutrition for my cats makes me feel uncomfortable every time I buy a burger. Питание для моих котов заставляет меня почувствовать дискомфорт каждый раз, когда я покупаю бургер. Мы видим, что после every time у нас начинается relative clause. I buy a burger. При переводе добавляем слово когда, запятой не выделяемся, потому что обязательно требуется пояснение, что такое every time. То есть нужно пояснить слово time. И поясняем мы его через relative clause, который мы буквально с вами в прошлом уроке закончили. As you know, I have to cook for the cats. Насколько вы помните, я котам должна готовить. I guess it's not a problem to cook for myself either. И я думаю, что это не проблема готовить и для себя тоже. Слово either переводится как тоже. Напоминаю, что мы используем не to, а именно either, потому что у нас отрицательное предложение. Not, it's not, да, видим в отрицательных предложениях тоже это either. Домашняя пища дешевле и лучше для здоровья. Cheaper, better. Это у нас прилагательные в сравнительной степени. Дальше у нас будет о них отдельный юнит, но нужно немножечко подождать. Not to mention it's tasty. Не говоря уж о том, что это вкусно. Not to mention, не говоря о том, что эта вставная конструкция выделяется запятыми обязательно. I've tried to go on a diet so many times. Я пыталась сесть на диету так много раз. Go on a diet, сесть на диету. Maybe I should give it another shot. Наверное, нужно еще раз попробовать. Give it a shot. Сделайте еще одну попытку. Give it another shot. То есть уже была попытка, и нужно сделать еще одну попытку после той попытки. Вообще оборот. Give it a shot. Give it a try. Рискнуть сделать попытку, чтобы что-то сделать. Ну, вот такой у нас сегодня текст. Еще разочек его читаем, обращая внимание на наличие. В основном у нас, конечно, in-close и in-close только в самом первом предложении нам попался. I'm in a city totally unknown to me. I have plenty of time. I've been wandering around the old town for a couple of days, observing the buildings and their dwellers. What can I say? Vienna is charming. The architecture is something out of this world. It's a perfect place for seniors. I guess it would be perfect for my granny. This city is calm, slow and safe. There is absolutely no rush here. You can see cars immediately stopping when you approach the road to cross it. Walking in a quiet neighborhood, you see nice people greeting you everywhere. The chances are higher to see a squirrel than a stray dog in the street. People enjoy their respectable lives in their solid houses. I'm sure that everyone pays taxes in time and sorts their trash accurately. Absolutely every house has four different trash boxes for different kinds of garbage. People like eco food, though it's not a problem to fight McDonald's or Burger King. There are plenty of products with eco mark available for purchasing on a reasonable price. The nutrition for my cats makes me feel uncomfortable every time I buy a burger. As you know, I have to cook for the cats. I guess it's not a problem to cook for myself either. Homemade food is cheaper and better for health, not to mention it tasty. I've tried to go on a diet so many times. Maybe I should give it another shot. И несколько вопросов, друзья мои, по тексту. What has Claire been doing recently? Who is Vienna perfect for? Why that? Is nutrition in Vienna different from the one in the USA? What idea about nutrition came to Claire's mind? Давайте переведем. Что Claire делала в последнее время? Для кого вена идеальна? Почему так? Питание в вене отличается от питания в США? Какая идея по поводу питания пришла в голову Claire? Помним, что nutrition – это питание. Это как бы такой официальный термин. Diet – больше как диета. Это режим питания. Nutrition – это не только режим питания, но и то, что именно непосредственно мы кушаем. То есть, что включено в наш рацион. И связка the one является заменой the nutrition. Is nutrition in Vienna different from the nutrition in the USA? Не любим повторять одно и то же слово сто пятьсот раз и заменяем его на one, если это существительное. Once – если оно было во множественной форме. И, друзья мои, собственно говоря, наша домашняя работа. На данном слайдике вы видите материал. Это отдельные приложения, которые иллюстрируют правила. И здесь у нас расположен наш текст. Ну что ж, пожалуй, на этом все. Благодарю за просмотр. Вы смотрели материал на канале OkEnglish практика, который для вас записала я, Елена Викторовна Вагнистая. Ваш учитель английского языка. И я готова создавать для вас уроки дальше. У нас планируется целых сто сорок пять разных текстов, которые еще один способ для того, чтобы закрепить на практике все правила английского и языка. До скорой встречи в новых уроках. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok